Русские новости Мы обсуждаем вот этих театральных деятелей политического эстеблишмента Соединенных Штатов Америки. Ну разве не понятно, что Клинтон и Трамп это кандидаты, выставленные именно на потеху публики? Вовсе не решается вопрос о власти на выборах и в Соединенных Штатах тоже, и в Российской Федерации он не решается. У нас недавно были парламентские выборы, так их практически никто не обсуждал, все как бы само собой разумеющееся. И тот постыдный спектакль, действительно нечего было обсуждать. А что мы сейчас обсуждаем? Выбрали бы Клинтон или выбран Трамп, какая нам разница? Вот сейчас обсуждение идет на всех каналах, такое впечатление, что выбирали хозяина России. Видимо действительно в Америке формируется властная элита Российской Федерации. Не случайно там они все держат свои деньги, те кто здесь якобы властвует, на самом деле исполняет чужую волю, вовсе не связанную с волей русского народа. Что русским-то все это обсуждать? Действительно русские практически не участвуют в обсуждении каких-либо значимых для мира или для своей собственной страны явлений, каких-то событий, которые происходят или на территории России, что нам ближе или где-то в отдалении. Ну нас мало, например, интересует, что очередное ограбление готовят нам сотрудники жилищно-коммунальной системы. Это все с благословения начальства делается. Давайте понизим температуру в крайне горячей воды. Ну в общем есть в этом нечто разумное, потому что вообще-то локальный нагрев, он непосредственно перед потреблением, он требует гораздо меньше энергозатрат, того же самого газа, который в цене естественно растет, чем нагревать где-то бог знает где, потом по трубам эту горячую воду со всеми утечками, со всем рассеиванием тепла по пути подавать через центральное отопление во все стороны. Ну когда-то, когда нефть, мазут, газ практически ничего не стоили, может быть это нормально было, а сейчас, конечно, надо переходить к локальным системам нагрева или к микрокотельным, или к квартирным нагревателям, как вот у меня на даче стоит газовый обогреватель. Ничего, нормально, дом топится и стоит это все значительно дешевле, чем то, за что я плачу в московской квартире. Ну это, разве это для нас повестка дня, разве это нам интересно, ну кто-то за нас решит, мы даже обсуждать это не будем, мы просто примем это как данность, потому что нам, в общем, никто и не обязан обещать себя вести так или иначе. Возьмем, изменим там конституцию, сейчас какой-то там законопроект, дикая тетка, приехавшая из Крыма, видимо решившая, что у крымчан какая-то особая гордость, и они отличаются от российских политик. Вот крымский политик, назначенный, естественно, из Кремля в депутаты Государственной Думы, начинает нам рассказывать о том, как нам надо изменить конституцию. Опять у нас нация россиян, мы не будем никогда россиянами. Россиянин это заведомо не русский, кто себя считает россиянином, тот не русский. Как Расул Габзатов писал, не русский я, но россиянин. Вот вы россияне, а мы русские. Кто захочет на себя принимать, это российская нация, ну, Христо ради, это их личное дело. У нас русская нация. Русская нация это политическое единство. Имеет значение происхождение, конечно, русский народ является основой русской нации, но кто с русскими заодно, тот и составляет русскую нацию, помимо русских. Вместе с русскими, заодно с русскими, значит ты и состоишь в русской нации. Все понятно, все ясно, но нам пытаются придумать российскую нацию. Мы в российскую нацию, мы русские, никогда не войдем. А то, что там кто-то выдумывает очередные какие-то законы, там пытается ввести идеологию в конституцию, на самом деле даже и в конституцию вносить не хотят. Это, извините, дура баба начинает там писать какой-то законопроект на коленке, вот все это начинают обсуждать. Ах, а вдруг у нас появится обязательная для всех идеология. Да она нас окружает, разве вы это не видите? Ультра-либерализм и ультра-толерантность ко всему, кроме русского. Ничего русского в России быть не должно, вот идеология путинского политического режима. Вернемся к Трампу. Я тут, мучаясь бессонницей, переключал каналы телевидения. И вот смотрю по государственному каналу Россия, Россия-1, идет бесконечное обсуждение ситуации в Америке. Ах, как Америка будет нагибать весь мир или наоборот оставит весь мир в покое и уйдет в свои границы и там будет заниматься своими внутренними делами, как Трамп обещал. И тут же говорят, да мало ли что он там обещал. Каждый президент Америки что-нибудь обещает, никогда не выполняет. Ну, ровно то же самое, что и у нас. Давно пора понять, что в либеральной системе так называемая демократия, к древней демократии, традиционной демократии, она никакого отношения не имеет. Может только обещать. Все это шоу, все это рассказы о том, как может быть, но не будет никогда. И Трамп, чем он отличается? Кто сказал, что этот человек не был запрограммирован на свою победу и все его обещания там посадить Клинтоншу в тюрьму, это просто для отвода глаз, для того, чтобы публика возрадовалась самой возможности говорить на эту тему. Ну, так же, как у нас уже четверть века на политической авансцене Жириновский, который, ну, тот же такой же проходимец, может пообещать все, что угодно, никогда не будет делать обещанного. И, конечно, еврей Соловьев Шапира ведет передачу в течение двух часов, ну, пусть ночное время, но ему предоставлен, можно сказать, ведущий телеканал страны, который принимается по всей стране, поэтому смотрят не только в Москве, когда ночной, но и за рубежом, и в других территориях. Ну, конечно, он приглашает еврея Жириновского обсуждать судьбы мира, они обсуждают судьбы мира. И другие там тоже сидит, там этот Яша Кедми, бог знает кто, решил, что это интеллектуал такой, вот у него насыщенные какие-то передачи, он какие-то откровения. А что вы русских-то не слушаете? Слушайте этого Яшу, который, ну, вот так вот руками постоянно перед лицом у себя делает, как и все вот эти подобные деятели, и поэтому, может быть, кажется убедительным. И такая речь тоже поставленная, делаются акценты, пустейшие фразы, попробуйте их записать. Ну, так же, как в свое время Горбачев говорил, все были восхищены, ах, какой златоуст. Посмотрите на тексты, которые из его гортани вылетали. Ну, это совершенно бессмысленные, бессодержательные тексты, их неинтересно читать, потому что там ничего нет, и только вот эмоции. Помните, как Ельцин говорил, каждое слово он произносил отдельно, еще иногда там подключал жестикуляцию, глазами так сверкал. Ну, абсолютно пустые фразы, бессодержательные, и почему-то это казалось значимым. Слишком много у нас в нашем народе, в русском народе доверия эмоциям. А эмоции – это лицедейство. Давайте мы меньше будем обращать на лицедейство и на слова, больше будем смотреть на дела. Вот в этой студии у Соловьева, Шапира, там собрались, можно сказать, еврействующая публика. Если уж не евреи, то еврействующая уж точно. Кургинян, которому нечего сказать, конечно, он не еврей, но он и не русский. И там только Михеев, наверное, единственный русачок, на таком откидном месте сидел, в стороночке, ему потом дали слово, и он, как всегда, в торопях, ну, вот его так как-то, вот он стал таким популярным, видимо, потому что стал угоден почему-то этой власти, поэтому везде его приглашают. И вот политолог Михеев, не знаю, в чем его политология состоит, может быть, у него какие-то труды политологические есть. И он вот торопливо что-то такое говорит, но лишь бы успеть высказать хоть что-нибудь, тоже с повышенной эмоциональностью. В чем содержание? В чем содержание всех этих выступлений? Они абсолютно противоречивы, нет, не кристаллизуется никакой истины. Почему-то, как наш праздник, ощущается вот эта победа Трампа. В чем наш праздник? У нас беда в стране, потому что у власти находятся оккупанты, узурпаторы, которые к интересам нашего народа не имеют никакого отношения, это они подтверждают каждый день. И даже вот эта передача, это подтверждение того, что к нам все эти люди, все эти журналисты, аналитики, все те, кто их туда засылает на эту передачу, не имеют ровным счетом никакого отношения. Русского вопроса для них не существует. У них есть еврейский вопрос, у них есть вопрос американский, общемировой, какой угодно, но русского вопроса для них не существует. И такая, я заметил на этой передаче, такая шуточка прошла, которая показывает уровень интеллекта всей этой публики, которую нам представляют как таких вот светочей ума. В конце там, это заготовка такая, видимо, Соловьев Шапира, он считает, что это какой-то верх остроумия. Рассказать анекдот про Сталина. К Сталину приходят метеорологи, и он говорит, как работа, они им отвечают, ну знаете, вот угадываем пока только вот на 30% предсказания погоды. И Сталин им якобы отвечает, ну предсказывайте тогда наоборот. И видимо это считается такой удачной шуткой, что действительно, если наоборот, то это будет 70% успешности какого-то прогноза. Но что наоборот? Что наоборот? Температура 10 градусов, а что наоборот? Наоборот, это что, минус 10? То есть тупость невероятная. Невероятная тупость этого анекдота, невероятная тупость Шапира, который рассказывает этот анекдот. Что наоборот? Как можно погоду предсказать наоборот? Будет дождь или нет в этом смысле? Ну так бы и сказал. Предсказываем дождь с точностью до 30%. Если будем все время прогноз делать наоборот, то тогда будем предсказывать отсутствие дождя с точностью 30%, а с точностью 70% будем предсказывать дождь. Ну глупость, просто невероятная глупость. И вот эта глупость выдается нам как какая-то истина. Нам показывают каких-то все время еврейских аналитиков, которые живут, приходят в студию. Какой-нибудь Авикдор Эскин нам рассказывает, что там происходит в Америке, хотя живет в Израиле, а то и все время наезжает в Россию. Что ему здесь медом помазано? Живи у себя в Израиле, и там израильскую публику обслуживай своим интеллектом, если он у тебя есть. Или какого-нибудь еще аналитика русскоговорящего, бежавшего когда-то из России, который живет в США, и вот нам по-русски объясняет свои еврейские интересы, выдавая их за какую-то истину. Но бог с ними, эта еврейская компонента на телевидении, она абсолютно очевидна для тех, кто смотрит это телевидение. И абсолютно очевидно отсутствие какой-либо русской компоненты. Абсолютно не русское телевидение. Государственное телевидение, государственная политика в области средств массовой информации не русская, поэтому верить нельзя ничему абсолютно. И все эти интеллектуальные упражнения, которые мы можем наблюдать во всяких так называемых аналитических передачах и ток-шоу, это все абсолютно не русское, противорусское. И нам пытаются навязывать те смыслы, которые мы должны отторгать. Все это мы должны отторгнуть. Но как нам создать какой-то информационный поток обсуждения нашего собственного бытия? Создавать свои средства массовой информации. Но сейчас это можно. Пожалуйста, вот канал «Русские новости». Вот вам я сам, можно сказать, на коленке его создал и сам что-то комментирую. Ну, чуть-чуть денег где-нибудь найти, вложить, и можно снять студию и постоянно этим заниматься. К сожалению, не получается. К сожалению, если такие деньги находятся, то вдруг оказывается, что эта структура кому-то подконтрольная. И у нас есть такие, всякие такие, какая-нибудь там «Анна Ньюз» или «Нейромир» и так далее. Они почему-то оказываются, занимают какую-то определенную позицию. Сейчас есть хорошая инициатива, может быть, она разовьется. Информационное агентство «Русский телеграф». Вот только-только началась работа, я всячески готов поддержать. И надо включаться всем в том, чтобы не смотреть вот эту чушь собачью, которую нам показывают по телевидению, а обсуждать наши собственные вопросы. Отодвинули канал «Россия-1», перешли в то же самое время, в ту же самую ночь на первый канал. Ну, как бы тоже главный канал страны, который почему-то раньше считался и создавался как общественный. Там, конечно, ничего общественного нет. И там снова я вижу тот же самый еврейский компонент. Обсуждается фильм по мотивам романа Василия Аксенова, какая-то там непреодолимая страсть. И эта страсть, как потом выясняется, страсть не между мужчиной и женщиной, а страсть к какому-то литературному творчеству. Ну, роман был написан тоже действительно по мотивам реальной жизни. В жизни все было совсем не так. А теперь по мотивам романа вторая производная, фильм, который вот тоже создает такой лубок. А нам все это представляется как что-то такое аристократическое. Ах, шестидесятники, ах, все эти поэты. Их все время власть вот как-то угнетала, им угрожали, их там высылали за рубеж. Люди, про которых там представляется информация, не только прославленные, они благоденствовали все время. И когда жили на родине здесь, в России, в Советском Союзе тогда. И когда перебирались за рубеж. Ну, показывают там Бродского, ну, такой прямо поэт из себя. И там что-то этим заунывным голосом рассказывает. И вроде как КГБшники даже склоняются к тому, чтобы ему посочувствовать несчастный. Так его там где-то судят и так далее. Вот за тунеядство его там осудили. Он там два года где-то в колонии-поселении проболтался. Потом выпустили за рубеж. Его там сразу обласкали. Еврейская диаспора его окружила, снабдила деньгами. Потом присудили ему Нобелевскую премию. Он стал, можно сказать, величайшим поэтом 20 века. Или одним из величайших поэтов. Ну, просто у человека жизнь удалась во всем. Ну, были у него падения, да, там, с кем не случается. Ну, вот такой несчастный. Несчастный поэт Евтушенко, который большую часть своей сознательной жизни прожил в Соединенных Штатах. Началась перестройка. Ну, что, здесь нищая страна. Все тут грабят. Поехал в США и там читал бесконечно лекции по русской литературе. Ну, да, у него есть хорошие стихи советского периода. Но он перед этими советами, он стелился, как только мог, почитайте его стихи. Я в молодости читал. Это была такая наведенная популярность поколения моих родителей, в котором вот эта фронда 60-х годов была популярна. Они как бы вот эту волну популярности, там, Вознесенского, Евтушенко, Бродского тогда мало кто знал. Вот они перенесли на наше поколение, такая волна нас накрыла. Кто у нас вот величайшие поэты современности? А вот они, вот, пожалуйста, вот они здесь представлены. И мы как бы вот не знали ни настоящих поэтов, ни настоящих писателей. Они были, они были и есть, но просто кому же они будут известны? Да нет, среди поэтов, да кто же первый поэт? Вон эти вот, вот этих шестидесятников читайте. Ну, возможно ли это читать вообще? Возможно ли это смотреть? Возможно ли верить такому фильму, что такая вот могучая кучка поэтов, которые преследуют со всех сторон обложенные этой советской властью нехорошие? И вот такие бедные несчастные творцы, и у них такая солидарность один за всех, все за одного. Чего не было в этой передаче, которая обсуждала этот фильм, многосерийную эту мыльницу. Хорошая, надо сказать, игра актеров, хорошие режиссеров. Все, но правды там нет никакой. То есть там под видом художественного оформления действительности выдается якобы какая-то информация о самой действительности, чего на самом деле не было. Ну, этот, этот кружок бомонда, обласканный со всех сторон, ну, иногда там подзатыльники отдавали, вот выдается как какая-то, какая-то квинтэссенция интеллекта, достоинства, чести. И Василий Аксенов тоже вот как писатель выдается, как, ну, такой классик без страха и упрека, совершенно чистый, беспорочный тип, который тоже вот мужественно противостоит, смело смотрит этой власти в лицо. И вот создается впечатление, что, ну, вот несчастье у человека, что он родился с таким талантом в такой период. Ну, я не знаю, как можно быть более успешным человеком, если, ну, да, тебя тут потоптали немножко, но тебя публиковали ведущие литературные журналы. Потом ты уехал за рубеж в Соединенных Штатах, там жил, что, посуду, что ли, мыл? Да нет, продолжал заниматься писательством, было кому финансировать. И потом, как началась перестройка, я помню журнал «Юность» в каждом номере Аксенов. Я помню этот остров Крым, который там был опубликован. И тогда я впервые, я тогда еще и даже думать не мог, что существуют какие-то там однополые отношения. И там вот в этом журнале «Юность» это прямо и разрисовано было, и всякие там сексуальные утехи, которые не принято в русской литературе расписывать детально. Вот там было это расписано. И еще гомосексуальная оргия. На фоне того, что это действительно талантливый писатель, и он владеет словом, но содержание его интеллекта вот с этим связано. Он был, конечно, абсолютно успешен как писатель, и в жизни его не была вот такой цепочкой каких-то ужасов. У многих людей, у многих русских людей именно так складывалась жизнь. Безнадежный труд, кругом несправедливость, кругом обманы, где ты пискнул, тут же тебя взяли за шиворот, и ты превратился в пожизненного заключенного, в уголовника, и там и умер в тюрьме. Вот эти все трагедии, русские трагедии, остаются за скобками телевидения. Они придумали вот Константин Эрнст, который является бессменным генеральным директором Первого канала уже там с ельцинских времен. Он спонсировал, он поддерживал создание этого фильма, потом его раскрутку, и вот, наконец, передача у Малахова, там пусть говорят, вот она специально, собрали всех там и прототипов, которые еще живы некоторые из тех, кого играют артисты, и самих артистов, и все это вот обсуждается, абсолютно не русская тема. Абсолютно не русская, я бы сказал, антирусская. Там ничего нет из того, что можно было бы сказать, вот это наше, вот это наше, это наши стихи. Там читают стихи во время демонстрации фильма, стихи читают, что там русского, что там русского. Ну, там, может быть, самый русский Владимир Высоцкий, это там эпизодическая роль, но, опять же, Высоцкий не русский, у него часть русской души, которая сопротивлялась его еврейским корням. Вот она рычала и ревела, и не могла справиться с тем, что пожирала его изнутри. И, наконец, еще раз переключаем каналы, на рекламе я туда-сюда переключал, по каналу Матч ТВ тоже абсолютно не русский, даже в спорте уже все абсолютно не русское. На канале Матч ТВ демонстрируют американский фильм про боксера 30-х годов, немецкого боксера, который поехал за океан, вот Третий Рейх его послал за океан, профессиональный боксер, там, в 12-м раунде выиграл бой у чемпиона негра. И вот это, значит, режим, как бы вот такой мерзостный режим, вот он это все в российском духе подает, а боксер-то какой, оказывается, хороший. Он, у него продюсер еврей, он не может вернуться в Германию, вот он уезжает в Америку вместе с ним на этот бой, назад не возвращается. Какой несчастный еврей. И соседка у боксера тоже еврейка, ее забирают, почему неизвестно, ее мальчик там сидит на ступеньках, сыночка говорит, я вот голоден, и, значит, ее спасает этот боксер, там, пользуясь теми связями, которые у него возникли, там, где-то в руководстве гитлеровских этих структур, государственных или там партийных, не знаю, там, внимательно не смотрел, поскольку все время переключал. Вот он и эту мать спасает, вот спасает еврейку. Ну, не важно, какой сюжет, даже в этом, вот здесь обязательно еврейскую тему надо обязательно ввернуть, даже в тему спорта. Оказывается, это вообще не про спортсмена фильм, а про евреев. А, это так, главная роль, это так, пустяк. Про спорт это весь этот канал, ну, известно, кто является, там, генеральным директором, тоже абсолютно не русская тетка, которой никогда телевидением не занималась. Ну, кто-то вот формирует редакционную политику и нам все время показывают, какие-то чемпионаты, там, в Англии, в какие-то матчи испанцев между собой. Бог знает, что показывает. Где русский спорт? Где? Где спорт, который хотя бы как-то сохранился в России? Ну, те же самые футбольные матчи, ну, бесконечно. Нельзя же их показывать, ну, они не то, что низкого уровня футбола, уже не спорт. Ну, есть другие виды спорта, но вы покажите не то, что за океаном происходит. Покажите то, что происходит у нас здесь. Ну, вот показывают нам очередное шоу, там, бокс в большом городе. Я с дуру, там, пару передач посмотрел, но это не про бокс, это опять подготовка какого-то шоу. Опять нам морочат голову, где спортивная составляющая за пределами шоу, всех этих рассказов про мальчиков, девочек, которые вот так что-то там пытаются прославиться. Это неинтересно, интересен, если это спортивный канал. Ну, так вы, давайте нам спорт, а не рассуждение о спорте. Нет, это невозможно. Почему? Потому что нет тут ничего русского. Ничего русского быть не должно, поэтому вымывают. Даже из таких программ все исключают, что можно было бы подать как что-то такое русское. Все не русское, все не русское. Наших героев, наших героев спорта, ну, просто куда-то убрали, их нет. Ну, вот только на самой вершине, кто добрался каким-то образом, вот про них что-то там можно посмотреть, послушать. А все остальное, то есть в жизни, там, детский спорт, юношеский спорт, там, чемпионат Москвы, это будь здоров, там, или чемпионат России какой-нибудь проходит. А их просто не показывают, потому что это не нужно, не нужно. Им нужно только то, что ориентировано на Запад. Вот этот полуеврейский бомонд вокруг Аксенова, вокруг его фигуры, вот это главное, ничего русского там быть не должно. Минимизация русского, вот русское это маргинальное. Обсуждение Трампа, его победы, обсуждают опять евреи, русские на откидных местах. Русский вопрос никому не интересен. В сторону мы все превратимся в россиян, не русская нация, а россиянская нация. Мы не хотим, но нас будут заставлять. Ну, закон напишут, все, вы все теперь обязаны называться россиянами. Не будем, значит, будут нас преследовать как экстремистов. И даже в спорте ничего русского не должно быть. Давайте, русские люди, строить все-таки русское государство, русское общество сами для себя. Современные технологии нам это позволяют. И давайте на этом находить какое-то общее дело. Русская информация, русские потоки информации, русский интеллект, русская культура. Надо стараться, чтобы вот ваши личные достижения превращались в достижения русской нации. Об этом надо говорить, надо выкладывать свои книги, надо обсуждать эти книги, читать. Если вы художник, художник, рисуй, ну, выставляй свои картины, давайте мы их будем обсуждать, не будем обсуждать. Всю эту мазню, которую нам представляют, еще тут привозят из-за рубежа. У нас в своей тут просто груды, там, был я как-то вот в Царицыно, там, в музее. Ну, такие мерзости там выставлены из каких-то советских там подвалов, жуткими красками разрисованные, там, какие-то гобелены и стеклянная посуда. Просто кошмар. Ну, что у нас нет своей русской классики, классических русских художников, классических русских поэтов, русских писателей. Где они все? Давайте мы их находить, выносить. Мы сами, те, кто занимается творчеством, литературным, художественным, научным творчеством. Выносите все это дело, обсуждайте, только без всяких глупостей, без всяких открытий. Если ты не знаешь, как писать стихи, не умеешь, ну, не надо этим заниматься. Для того, чтобы стихи были нормальными, ну, по крайней мере, нормальными, ну, так вы закончите литературный институт, чтобы знать хотя бы, как другие пишут стихи. И почитайте, там, русских поэтов, тогда только пишите. Мне постоянно в руки попадаются какие-то, ну, просто абсурдно нелепые стихи, которые якобы стихи. Это не стихи, это для мусорного ведра. Сегодня вот очередную брошюрку выбросил в мусорное ведро. Если вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь профессионально, профессионально, как будто это является главным содержанием вашей жизни, тогда из этого выйдет толк. А если так, на коленке что-то там написал, это ни к чему, это ни к чему. Вот тот, кто занимается творчеством как делом своей жизни, вот тех я приглашаю к большей публичности, к тому, чтобы русское творчество было для нас источником вдохновения и уверенности в том, что русская Россия будет, а россиянская будет ликвидирована вместе со всем этим русофобским политическим режимом. И если в следующем году нам придется выбирать или нам предложат выбирать какого-нибудь президента, давайте мы сразу подготовимся к бойкоту, потому что они разыграют что-то подобное вот этой склоке между Трампом и Клинтон. Нам это совершенно не нужно. Если нет русского вопроса, если нет русского кандидата в президенты, нечего нам на этих выборах делать и нам постоянно надо объявлять о том, что все это фальшь, все это узурпация власти, это государственный переворот. И Путин каждый раз, участвуя в выборах, участвовал в государственном перевороте. Никаких выборов не было, была большая разводка. Все эти вот четверть века, а до этого вся эта большевистская разводка с февраля 17-го года сто лет исполняется в следующем году. Мы что, ничего, мы просто промолчим и позволим вот этим нечестивым людям, залезшим на вершину власти, объявить, что это была Великая Русская Революция? Вы что, с ума сошли? Это тихчайшая трагедия, размахом в век в отношении русского народа такая несправедливость, такие репрессии, такие издевательства, которые продолжаются до сего дня. И мы промолчим, надо к этому готовиться, надо готовить конференции, фильмы, стихи, романы, все что угодно. Творческие люди должны отреагировать на это столетие. Должны, потому что политическая власть отреагирует обязательно, и она отреагирует так, что нам будет просто мерзостно смотреть в экран телевидения, мерзостно слушать будет радио, читать эти газеты или блоги в интернете. Нам сделают настолько больно и настолько мерзко, как только смогут, как только смогут унизить наше историческое достоинство нашей русской нации. Поэтому не сдаваться. Если не сдадимся, они рухнут обязательно. А если будем принимать все как должное, тогда смерть нашего народа наступит уже в этом столетии. Этого нельзя допустить. Россия и русскую власть, тем Россия и спасется.